Привет! В давние времена, еще до того, как египтяне и римляне построили свои города, на земле уже существовали цивилизации. У них были свои деревни и замки, боги и религии, маги и воины. Могучие варвары жили на севере, передавая из поколения в поколение секреты выплавки стали и молясь богу земли крому. В одной из таких деревень в семье кузнеца родился Конан-варвар. Пережив жестокую атаку на летчиков, он с детства оказывается в рабстве. Много лет он не знал, что такое свобода, но именно Конану суждено совершить множество подвигов и стать великим королем. Когда-то давно в одной северной деревне жил кузнец с женой и сыном Конаном. Выковав свой самый лучший меч, он показывает его мальчику на склоне горы и рассказывает о Кроме, великом боге их народа, от которого люди получили секрет стали. И чтобы овладеть секретом, Конан должен относиться с уважением к древнему искусству кузнецов. Вскоре на их родную деревню совершают набег всадники во главе со злым волшебником Талсой Думом. Они жестоко расправляются с жителями деревни, а когда отец Конана оказывает им сопротивление, убивают и его. Жена и сын укрываются неподалеку и с ужасом видят смерть своего защитника. Им тоже не удается скрыться, и колдун с мечом кузнеца наперевес медленно приближается к женщине. Своими чарами он заставляет ее оцепенеть и опустить оружие. Одним быстрым движением он лишает ее головы. Маленький Конан все это время продолжает держать маму за руку и не может поверить в увиденное. Детей оставляют в живых, заковывают в цепи и ведут на север, где используют, чтобы выполнять тяжелый рабский труд. В жару и холод целыми днями они крутят огромное колесо. Через 20 лет лишь Конан остается стоять на ногах, продолжая выполнять работу в одиночку. Выносливого мужчину замечает приезжий воин и забирает с собой. На месте Конана бросают в яму, где проводятся смертельные гладиаторские бои. На ничего не понимающего новичка набрасывается противник с острыми как у зверя зубами. Истекая кровью, варвар отбивается и выходит победителем в своем первом бою. За ним следует множество других, где Конан каждый раз доминирует и становится всеобщим фаворитом. Когда уже никто не может тягаться с непобедимым Конаном, бойца отправляют на восток, чтобы сделать из него элитного воина. Великие мастера делятся с варваром своими секретами, учат читать и писать, знакомят с поэзией и философией. Хотя Конан продолжает быть рабом, ему приводят самых красивых наложниц, которыми он становится полноценным мужчиной. Хотя об отце у Конана остались лишь далекие воспоминания, он не оставляет заветы кузнеца и продолжает веровать в крома и священную сталь. Он заслуживает большое уважение учителей и в одну ночь мастер решает подарить Конану свободу. Бывший раб бежит в степи, но там его настигает стая волков. Спасаясь от них на скале, Конан проваливается в древнюю гробницу, скрытую внутри. Там он разводит костер и видит повсюду скелеты древних людей, один из которых сидит на троне в царском облачении. В его правой руке меч, который осторожно забирает Конан и отбивает с него ржавчину. Вдруг корона скелета падает, заставляя склониться голову древнего короля. Варвар видит в этом знак божественного одобрения. Сам кром вел его сюда и даровал клинок. Получив свое первое оружие, Конан избавляется от последних оков, которые все еще оставались на его теле, а после расправляется с волками. В пути странствующий воин натыкается на одиноко стоящую хижину, на пороге которой его уже ждет женщина. Не хочешь обогреться у моего огня? Конан заходит внутрь, где слышат от хозяйки пророчества. С севера придет великий воин, который уничтожит змей и станет королем. Еще мальчиком Конан запомнил эмблемы тех, кто убил его родителей. Два змея под черным солнцем, сливающихся в одного. Провидиса обещает поведать больше, если мужчина проведет с ней ночь. Конан соглашается, но в процессе ведьма превращается в демона с острыми зубами, которую мужчина сталкивает прямо в огонь. Дух покидает ее тело и со зловещим хохотом улетает в лес. Конан отправляется в путь, как вдруг замечает неподалеку прикованного к скале мужчину, который умоляет дать ему еды. Вора наказали, оставив умирать одного, и Конан освобождает узника. Они проводят вечер у костра, где спорят, чей бог сильнее. Суббатай становится спутником и верным другом Конана. Вместе они преодолевают горы и поля, и Конан впервые оказывается внутри настоящего города. Подкрепившись на местном рынке, друзья продолжают путь, и в другом поселении Конан отдает кузнецу наточить свой меч. Никто из людей не видел эмблемы со змеями, о котором говорила ведьма, но один из местных рассказывает о башне сектантов, которые поклоняются ползучим рептилиям. Змеиная религия распространяется по всем городам, а ее приспешники убивают людей по ночам. Конан и Суббатай отправляются к башне, и по пути варвар видит верблюда, которого ради забавы отправляет в нокаут одним ударом. Это привлекает слишком много внимания, и Суббатай отмечает, что им стоит быть аккуратнее. Вор надеется украсть что-нибудь ценное в башне, но на подходе к ней друзья встречают девушку Валерию. В ее руках меч и веревка, она тоже собиралась тайно проникнуть внутрь. Они решают объединить усилия, и компания взбирается по стене на крышу башни. Из колодца наверху идет жуткая вонь, но это единственный путь внутрь. В храме одетые в белые сектанты оказываются последователями того самого Талсы Дума, который убил отца и мать Конана. Валерия вырубает одну из женщины, надевает на себя ее облачение. Пока она наблюдает за началом ритуала, Конан и Суббатай спускаются на нижний этаж, где находят огромную змею. Они воруют сокровища, среди которых огромный драгоценный камень – глаз змеи. Конан вступает в схватку с рептилией и протыкает ей челюсть, но змея опутывает его тело и пытается задушить. Стрелок помогает другу, пригваждая голову врага к стене своими стрелами, и друзья выходят победителями. Пока они сражались, одна из юных сектанток сняла свои облачения и подошла к краю пропасти, чтобы отдать себя на съедение змее. Она прыгает вниз и кричит, когда обнаруживает труп священного животного. Наступает паника, в которой Валерия помогает друзьям скрыться, мешая охране пронзить их стрелами. Троица прыгает с крыши в воду, а затем празднует победу в таверне. Конан дарит глаз змеи Валерии, показывая ей таким образом свою симпатию. Она оказывается взаимной и влюбленные проводят ночь вместе. Конан делает из камня кулон для своей подруги, чтобы она носила его на шее. Соратники наслаждаются жизнью и богатствами, не зная меры. Они совсем теряют бдительность, и вскоре королевская стража застает их врасплох. Троицу приводят к правителю Озрику, но оказывается, что он не собирается наказывать воров. Старый король ненавидит сектантов, к тому же его собственная дочь попала под влияние Талса Дума и сбежала, чтобы искать у него духовного просветления. Обеспокоенный отец осыпает воров драгоценностями и просит взамен вернуть принцессу домой. Валерия и Суббатай слишком довольны авансом короля и хотят просто сбежать, чтобы не связываться с армией безумных последователей. Девушка любит Конана и не хочет потерять его, но варвар не может оставить убийцу родителей безнаказанным. Пока Валерия спит, Конан покидает уютный уголок и отправляется в путь один. Он едет верхом много дней, следуя за паломниками, которые желают добраться до Дворца Дума. В дороге варвар проезжает мимо останков древних цивилизаций и разрушенных городов, пока не натыкается на хижину шамана. Мужчина пытается напугать вооруженного воина, но оба быстро понимают, что они не враги друг другу. Они долго говорят у костра о древних богах и титанах, а утром Конан оставляет новому знакомому свой меч и лошадь, чтобы в пути не выделяться среди паломников. Сев на верблюда, он заезжает в палаточный лагерь сектантов, где отбирает одежду у одного из жрецов и занимает его место в процессии, которая направляется ко Дворцу Талса Дума. На его ступенях появляется дочь короля Озрика, а за ней и сам Дум, который начинает свою проповедь. Но тут Конана вычисляют как неверного и берут в плен. Его жестоко пытают, а после сам Талса Дум требует, чтобы ему вернули драгоценный глаз змеи. Конан кричит, что злодей убил его народ, отца и мать, и вероломно украл меч, который выковал отец. Дум спокойно объясняет, что много лет назад он искал секрет стали, но теперь ему известна гораздо более ценная тайна – секрет плоти. В доказательство он приказывает девушке на скале прыгнуть вниз. Она, не раздумывая, делает это, и колдун заявляет, что сталь – ничто по сравнению с рукой, которая управляет мечом, и ее власть безгранична. Твое тело исполнено силой, сердце горит огонь. Это все я тебе дал. После Конана распинают на дереве страданий посреди пустыни. Без еды и воды, атакуемой стервятниками, воин понимает, что его конец близок. Но на восходе солнца на горизонте появляется Суббатай, который освобождает друга. Валерия тоже оказывается рядом, и вместе они отвозят раненого Конана к хижине шамана. Они просят вылечить варвара, но шаман говорит, что цена такого ритуала может быть слишком велика. Валерия говорит, что заплатит любую цену, и шаман принимается за дело, чтобы не дать духам забрать Конана в потусторонний мир. Друзья яростно обороняют тело варвара от посланников смерти, и Конан возвращается к жизни. Валерия обещает, что никакие боги не разлучат любимых, и она будет помогать ему даже из царства мертвых. Теперь Конан уже не станет отправляться в опасное путешествие один. Суббатай предлагает выкрасть девушку и отомстить колдуну в другой раз, но Конан лишь многозначительно молчит в ответ. Шаман желает друзьям удачи, и они добираются до входа в пещеру на обратной стороне горы, где укрывается Талса Дум. Наложив боевую раскраску, троица пролезает внутрь, где сектанты проводят ритуал плоти и наслаждений. В зал выносят огромный котел с кипящим отваром. Принцесса сидит у ног колдуна, который наблюдает за подданными, сидя на троне. Вдруг тело Дума начинает меняться, и он сам превращается в гигантскую змею. Тем временем Валерия и Суббатай устраивают пожар и расправляются с охраной, а Конан выходит в центр зала и отвлекает на себя всеобщее внимание. Пока змея уползает подальше, Валерия хватает принцессу и уводит ее с собой. Конан отбивается от прибывшей охраны, опрокидывая кипящий отвар и ломая гигантские колонны. Друзья уносят ноги, отбиваясь от охранников в пещерах и садятся на лошадей, увозя принцессу. Дума, возвращает свое обличие и обещает отплатить неверным, которые бросили ему вызов. Он выходит наружу и заряжает свой лук волшебной стрелой, которую сотворяет из маленькой змеи. Она пронзает Валерию, и девушка чувствует, что ей не жить. В последний раз она просит Конана обнять и поцеловать ее. Валерия умирает на руках у возлюбленного, еще больше разжигая в нем жажду отомстить. В древнем городе неподалеку от хижины шамана Конан предает тело воительницы огню. Суббатай роняет скупую слезу, прощаясь с подругой. Варвар надевает на шею талисман, который подарил Валерии в день их знакомства. Конан привязывает принцессу к скале на холме, чтобы заманить армию Дума в ловушку. Девушка до сих пор верит, что колдун спасет ее от неверных. Перед боем Конан вспоминает, как еще мальчиком ходил в лес с отцом и как приятен был весенний ветер и запах свежей травы. С тех пор в его жизни больше не было весны, а лишь жестокая бойня длиною в 20 лет. Суббатай помогает подготовить капканы и укрепления, а шаман приносит собранные с мертвых воинов доспехи и мечи. Когда на горизонте появляется армия Дума, Конан молится Крому. Он говорит, что никто не вспомнит, какими людьми были два друга, плохими или хорошими, и за что они боролись. Помнить будут лишь то, что двое вышли против целой армии. Воители храбро отбиваются от всадников, которые не могут достать мужчин, прячущихся среди каменных изваяний. Субатая спасает от смерти шаман, который впервые управляется с копьем, чтобы выбить наездника из седла. Конан принимает на себя офицеров Дума, одного из которых пронзает насмерть капкан, но второй набрасывается на варвара и роняет его на землю. Когда враг заносит меч, чтобы нанести последний удар, таинственная фигура отражает его клинок и ослепляет вспышкой света. Не веря своим глазам, Конан узнает в духе Валерию, которая выполнила свое обещание и пришла с того света на помощь возлюбленному. Конан пользуется преимуществом и наносит поражение последнему бойцу сектантов. В живых остается лишь сам Талса Дум, который наблюдал за битвой со стороны. Колдун снова заряжает свой лук, на этот раз прицеливаясь прямо в принцессу, которая умоляет мастера забрать ее с собой. Но Субатай понимает план злодея и, несмотря на ранения, спешит к девушке и в прыжке отражает щитом выстрел Дума. Потерпев фиаско, Колдун позорно бежит с поля боя. Конан находит на земле сломанный меч, которым пытался его сразить офицер Дума. В его рукояти он узнает тот самый клинок, который выковал его отец много лет назад. Варвар вскидывает вверх руки, отдавая дань Крому за благословение в бою. Ночью Талса Дум выходит к толпе паломников, которые собрались у подножья горы с факелами. В это время принцесса, которая наконец разочаровалась в своем кумире, проводит Конана мимо охраны дворца прямиком к Думу. Колдун обнаруживает варвара, который подобрался сзади и пытается применить свои сладкие речи, чтобы овладеть сознанием Конана. Дум пытается загипнотизировать варвара, повторяя снова и снова, что он сын ему. Конан, который так давно хотел увидеть перед собой отца, на секунду поддается иллюзии, но обратив взор на рукоять меча, полностью разрушает чары. Варвар мстит колдуну, лишая его головы и демонстрируя ее одураченной Думом толпе. Конан занимает его место и наблюдает с вершины, как сектанты тушат свои факелы, бросая их в воду. Когда все они уходят, герой ожидает лишь принцесса. Конан поджигает змеиный дворец и забирает девушку с собой, чтобы вернуть отцу. После он отправится на другая история. Название фильма, как всегда, ищи в описании к ролику. А пока ответь в комментариях, а какие еще истории о подвигах Конана-варвара ты слышал? Не забудь подписаться на канал и поставить лайк, чтобы классные сюжеты выходили как можно чаще. Субтитры создавал DimaTorzok